Абубакра 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 однако первым он упомянул обладанием качеств мужчин. Послушайте его про его способности, которыми он обладает. Молодой мужчина, молодой человек, полный энергии и энтузиазма, будет более активным для выполнения того, что от него требуется, а также будет избавлен от вялости и лени во время работы. О, Зайд, ты разумный молодой мужчина, и у нас нет никаких подозрений насчет тебя. То есть он умный и понятливый, знает, как поступать, и поэтому он будет внимательен к тому, что он делает. И в то же время он тот, кто заслуживает доверия, и к религии которого нет никаких претензий. Затем Ас-Сыддык сказал, к тому же ты записывал откровение для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То есть, Зайд обладает практическим опытом и необходимыми знаниями в поприще записи Корана. Перед кем? Перед самим пророком, мир ему и благословение Аллаха, и достаточно ему этого отличия. После того, как Ас-Сыддык упомянул его требуемые данные, он четко определил задачу, которая будет ему поручено выполнить. Он говорит ему, займись Кораном и собери его воедино. Причисто Аллах. Действительно, мы удивляемся смышленности Ас-Сыддыка в подборе людей, а также его понятливости в установлении требуемых способностей и его мудрости в определении задач и ответственности. Посмотри на этого юношу, который знает уровень ответственности и тяжесть поручаемого ему дела. Зайд, да будет доволен им Аллах, сказал, клянусь Аллахом, если бы мне поручили перенести гору, это не было бы труднее для меня, чем собрать Коран, дело, которое они мне поручили выполнить. Тяжелая ответственность, степень которой знают только мужчины. Однако, в зависимости от степени решительности мужчин, будут их устремления, и в зависимости от степени благородства, будут благородными их поступки, и в глазах мелкого человека малые из них кажутся великими, а в глазах великого великие дела кажутся маленькими. Если душа человека великая, то его тело будет утомляться в достижении его цели. Зайд сначала выразил свое несогласие с этим проектом. Он сказал Абу Бакру и Умару, как вы можете делать то, чего не делал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Бакр сказал, поистине в этом есть благо. Зайд ибн Саббит говорит, Абу Бакр продолжал уговаривать меня, пока Аллах не раскрыл мою грудь тому, чему он раскрыл грудь Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими обоими Аллах. Привели к Аллаху. Дело не ограничилось этими тремя сподвижниками. Напротив, все сподвижники, да будет доволен ими Аллах, единогласно одобрили эту идею и свое участие в ее выполнении. Таким образом, Зайду было поручено возглавить комитет, который был создан для собрания Священного Корана в один свиток. Членами комитета наряду с ним была группа сподвижников. Что же это за миссия, которую выполнил этот юноша, Зайд ибн Саббит? Миссия, которая принесла пользу многим поколениям до самого Судного дня и стала причиной для сохранения Аллахом своей книги. Зайд начал собирать Коран, начал собирать аяты Корана, записанные на голых пальмовых ветвях, на плоских камнях, шкурах и лопатках животных и находящиеся в сердцах людей. Да, он начал собирать аяты Корана, которые были записаны на «Аль-Асаб», то есть на очищенных пальмовых ветвях, на «Аль-Лихаф», то есть на плоских камнях, на «Аль-Рика», то есть на кусках шкур животных, на «Актав», то есть на костях верблюдов и овец, а также то, что хранилось в сердцах людей, то есть то, что было заучено ими наизусть. Так работал комитет, который сформировал Зайд ибн Сабит, для сбора источников, в которых был зафиксирован Коран. Что касается метода, которому следовал комитет, то он представлял собой образец точности и исследования. Комитет придерживался определенного метода в записи Священного Корана, опираясь сразу на два источника. Первое – то, что хранилось заученным наизусть в сердцах людей. Второе – то, что было записано в присутствии самого Пророка, мир ему и благословение Аллаха. На эти два источника указывают слова Зайда ибн Сабита. После этого я принялся за работу и начал собирать Коран, записанный на голых пальмовых ветках, плоских камнях и находящийся заученным наизусть в сердцах людей. Так его слова с пальмовых ветвей и плоских камней указывают на записанное, а его слова из находящегося в сердцах людей указывают на заученное наизусть. Таким образом, Зайд не фиксировал что-либо из Корана, если только не находил это заученным наизусть с подвижниками и записанным в присутствии Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он не ограничивался одним лишь заученным, без записанного, опасаясь, что в заученном могут быть ошибки. Также он не принимал от кого-либо записанное, если только двое из подвижников не свидетельствовали ему в этом. Свидетельствовали о том, что это записанное было действительно записано перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и что оно соответствует одному из видов чтения, в которых был неспослан Коран. Зайд ибн Сабид продолжал свою работу, следуя этому методу в деле собрания Корана, будучи очень осторожным и осмотрительным, проявляя чрезмерную точность в изучении, принимая из Корана только то, что являлось заученным наизусть. А заученное, в свою очередь, должно быть зафиксированным письменно, а само записанное должно быть записано непосредственно перед самим посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А для подтверждения этого, вместе с записанным должно быть свидетельство двух сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Несмотря на зло и смуту, которое принесло вероотступничество, благом обернулось то, что мученическая смерть чтецов Священного Корана в битве при Ямаме стала семенем идеи проекта собрания Священного Корана в одну книгу. Был создан комитет из сподвижников для выполнения этого проекта во главе с Зайдом ибн Сабидом, да будет довольным Аллах, под личным контролем Ас-Сыддыка, а советником проекта был Аль-Фарук. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, принялись выполнять эту великую задачу – собрание всего Священного Корана с предельной точностью, упорядочивая аяты и суры согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и его семейству. Комитет продолжал свою непрерывную работу целых пятнадцать месяцев, и проект завершился до того, как Ас-Сыддык умер, да будет доволен им Аллах. Мои любимые, представьте, какова была радость Ас-Сыддыка, державшего в руках тот мусхав, первый мусхав, который вобрал между двумя своими корочками речь Аллаха. Как же хороши сподвижники! Мы сейчас находим мусхавы с предельной легкостью. Однако, о мой любимый брат, каждый раз, когда ты берешь в руки мусхав, вспомни историю собрания Корана, вспомни усилия сподвижников, которые заслужили награду за его собрание и передачу нам. Однако, знаешь ли ты, чья награда будет больше всех в этом деле? На этот вопрос отвечает Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах. Своими словами. Больше всех награду за мусхавы получит Абу Бакр Ас-Сыддык. Он был первым, кто собрал Коран между двумя корочками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok